Детское радио представляет Тайны земных глубин В поисках таинственного кристалла Девятая серия Во глубине сибирских руд Краткое содержание предыдущих серий Это была обыкновенная экспедиция Газпрома По разведке новых месторождений Проходила она в Карелии на затерянном в лесах озере Все должно было закончиться как обычно Нашли бы месторождение, обозначили точку на карте, присвоили номер Ученый Тимофей Тарелкин уже представлял, как поедет с детьми, Лерой и Темой, домой Но в какой-то момент все пошло не так Сначала произошло странное землетрясение После которого месторождение газа исчезло А потом пропали Лера с Темой Лера с Темой оказались в подземелье, куда их забросил взрыв на озере Водоворот вызвала небольшая черная коробочка Ее бросил в воду ученый Эдуард Веревкин, вынашивающий планы стать властителем подземелий Для этого ему надо было во что бы то ни стало помешать Тарелкину сделать свое открытие Но дети все узнали, и Веревкин отправил их под землю В подземелье Лера с Темой спасли трехголового дракона Гришу Он вызвался помочь детям выйти на поверхность Вместе они продвигаются на восток Там, на Камчатке, они найдут огненный камень Дракон его проглотит, снова начнет выдыхать огонь И поможет ребятам выйти на поверхность Блуждая по подземельям, дети погостили у тетушки гранат Познакомились с малышами-газонатами Побывали у госпожи Златы Тавры, жители кавказских подземелий Приняли Тему за своего правителя Потому что его карманы были полны гранатов Дети сбежали от тавров И попали во владение Малахитовой царевны на юге Урала За детьми охотится Эдуард Веревкин Вместе со своими помощниками Злобными грогами Веревкин хочет отнять у Темы гранаты Чтобы стать королем подземелий Возникает второй претендент на королевский титул Госпожа Злата На старом драконе Занзибаре Она следует за детьми Пытается остановить их Малахитовая царевна показывает Лере выход Но девочка принимает решение Вернуться в подземелье за братом Тайна земных глубин Лера тянула Тему за руку Но он не двигался Брюки и кеды его были намертво приморожены к камню Стены тупика, где они с Гришей прятались Затряслись По ним побежали трещины А с потолка посыпалась каменная крошка Тема, нам надо идти Лера заплакала Три головы дракона Гриши Посмотрели на нее с сочувствием Вот это мы попали Примерзли, так примерзли Не иначе колдовство А, помнишь, как было в Танзании? Тогда тоже кирдык накрыл Но нам тогда повезло Ну, бывает, что и не везет Как это не везет? Мы справимся Вот только ногу бы оторвать Все льдом покрыто Стены дрогнули И из образовавшейся дыры В клубах каменной пыли Появился огромный дракон Занзибар Он был раскален от ярости Его багровое горячее пузо Волочилось по камням Оставляя обугленный след На драконе сидела госпожа Злата Какова, а? Вот так удружила сестрица Пригласила в гости Усадила за стола сама Ах ты, малахитовая царевна Ну, что тут у нас? Ага, дракон Гриша Мой старый добрый враг Узнаешь его, Занзибар? Занзибар бухнулся животом от пол Отчего по пещере пошел тяжелый гул Госпожа Злата Потрепала дракона по загривку Узнал, узнал Вижу Это он мешает тебе Выполнять мои поручения Да что вы, уважаемая Мы ничего Просто летели мимо Дороги не заказаны Летим, глядим Парнишка плачет Помощи просит Мы подобрали Не ври Ты хочешь помешать мне Госпожа Злата перегнулась И схватила Лора за шею Ой, больно, голубушка Мне так дышать не очень-то и удобно После подышишь Говори, для чего тебе мальчишка Не пытайся исчезнуть или соврать А чего? Можно исчезнуть? Мы же примерзли Ты помолчать можешь? Вот почему вы не двигаетесь Прекрасно А теперь слушай меня, Гриша, внимательно У тебя есть кое-что нужное мне Волшебный камень С помощью которого ты можешь исчезать Не отдавай ей ничего, Гриша Слышишь? Не отдавай А ну тихо Гони камень Курица замороженная А чего сразу обзываться-то? А у нас ничего и нет Так там же всего на раз Да и тот Лор ударил тороп, заставляя его замолчать Мы сами Сами хотели его использовать А ну головы замолчали все Будешь дальше отпираться, сожгу, уничтожу Нет, 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 да Дай сюда камень, а не то я тебя в порошок сотру вместе с этими детишками Госпожа Злата подняла руку с черной продолговатой коробочкой Занзибар снова бухнул пузом об пол Лера закрыла собой сидящего Тему Гриша незаметно за ее спиной стал двигаться Горячее пузо Занзибара Растопило лед И дракон оттаял Не смей обижать моего друга О, о, слышала? Я друг, поэтому не надо тут всякими аппаратиками размахивать Если надо будет, я и так камень отдам Она предательница, хочет отобрать у Темы гранаты и стать королевой подземелья Королева, да, камень Лор кивнул гору Гор вздохнул, поднял переднюю лапу и со всей силы ударил себя по загривку Из пасти его вылетел большой голубой прозрачный камень Он покатился по полу и завертелся у ног Занзибара Ну зачем? Эх, молчать Это он, танзанит Волшебный камень троллей Нгайи из Танзании Камень, с помощью которого можно перемещаться в любой уголок мира Все так, так, госпожа Магический кристалл, наделяющий даром путешествовать Как он работает? Его надо проглотить, а чтобы переместиться, достаточно просто захотеть этого А как же? Заткнись! А как же? Да заткнись ты! Ой, мой зуб! Зуб! Что он хотел сказать? Выкладывай Что действует этот камень только на драконов, которые не могут выдыхать огонь Еще бы! Те, кто огонь выдыхают и без камня свободно перемещаются Глотай, Занзибар А с этими пусть Веревкин разбирается Он сейчас подойдет Занзибар поднялся на лапы Высунул длинный язык и слезнул с пола голубой камень Во! А теперь захоти чего-нибудь На Камчатку, Занзи Занзибар сглотнул Прикрыл глаза И исчез А госпожа Злата рухнула на пол С оттаивших сводов на нее обрушился поток воды Что? Что это такое? Что происходит? Почему кругом вода? Где мой дракон? Ребята, ходу! Ходу отсюда! А чего торопиться? Занзи теперь в Танзании надолго Не скоро вернется Где? В какой Танзании? Он на Камчатке должен быть? Понимаете, уважаемая Я не успел договорить, что у этого камня было одно условие После третьего перемещения Ты оказываешься во власти троллей Нгайи в Танзании И отпустят они тебя Только когда сами захотят Избавиться от камня ты не можешь Можешь только передать его новому владельцу Мерзавец, обманщик Вы, мадам, так настаивали, что мы не посмел отказать Мы уже два раза с камнем переместились Третий был только в Танзанию и только в одиночку Вот Занзибар туда и переместился Ничего, ему там понравится Остров Занзибар совсем рядом Слетает, мир посмотрит Себя покажет Это, конечно, если Нгайи разрешат Но это уже не наша печаль А нам пора Спасибо, мадам, что были с нами Счастливо оставаться Бай-бай, скучайте по нас Стоять! Я разорву вас на кусочки Сожгу в огне Своего гнева распылю на атомы Я, да я, я вас в котлету превращу Коробочки-то нету Госпожа Злата шарила руками в воде Пытаясь найти оружие Гриша тем временем подхватил детей И рванул прочь Ща-то пчу! Слышите? Идут слуги! Вам не уйти от моей мести! В пещеру в пещеру ворвался яркий свет В коридор вбежало несколько грогов С факелами и носилками на плечах На носилках стояло кресло На кресле сидел худой человек Черные волосы его были взлохмачены Глаза недобро светились Это был Эдуард Веревкин Эдик, как вовремя? Я их почти поймала Давай скорее Мы их сейчас догоним Мы? И давно у нас появилось это мы Эдуард, что с тобой? Ты не узнаешь будущую королеву подземелий? У подземного царства вполне могла быть королева Но не сейчас Посмотри на себя Где твой дракон? Где победная армия? Ты сидишь одна в луже И хочешь, чтобы я тебе помог? Ты забываешься, Веревкин Я уничтожу тебя Ты будешь жалеть о каждом прожитом дне Я буду жалеть только о том Что когда-то связался с тобой Дамочкой с подмоченной репутацией Ах, так? Да, так У подземелий будет король Я найду детей Отберу у них королевские гранаты И докажу, что я Истинный наследник трона Веревкин махнул рукой Гроги послушно побежали Унося с собой носилки и свет Вернись! Ты и дня не просидишь на каменном троне Эдик! Ух, что это такое? Ни дракон, ни магнитного резонатора И темнота! В такой же полной темноте Гриша летел по коридорам подземелья Быстрее! Она нас догонит! У меня зуб болит Я вообще сейчас упаду Только попробуй А как это он упадет? Один-то А мы? Я ничего не вижу Куда мы летим? Мы сейчас врежемся Не каркай! Ой! Ай-ой! Ой-ой! Ай-ой! Свяжешься с... Ой! С вами болтунами Обязательно какую-нибудь стенку встретишь? А чего мы? Как будто ты не летел Нет, я шел! А тогда мы что делали? Я уже ничего делать не могу У меня зуб болит Как же тут темно-то, а? Ни у кого спичек не найдется? Зачем спички? У нас телефоны есть Вот они, современные дети Ничего на ощупь делать не умеют Спокойнее, Гриша Сейчас мы тебя отсюда выведем Не могу я идти Так зуб болит Хоть ложись да помирай Пусть хоть сама смерть за мной приходит Я не с места Тише! Слышите? Из темноты донесся необычный звук Туп, туп, туп Кто-то идет Эта смерть идет за мной Ой, мамочки Я не хочу умирать Допрыгался! Сейчас тебе вместе с зубом Бошку отчекрыжет Из мрака наступал голос Это кто по моим подземельям ходит? Кто шумит? Кто дань уважения предкам не высказывает? Что мы обычно делаем с непокорными и непослушными? Вы их что, едите? Вот помню я, было дело века два назад Тоже попались мне трое шустрых Кричали, грозили А что нам грозить-то? Я поближе подошел и... Съел? Отпустил? Наградил? Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог А, стихи пошли Точно, сейчас сожрет Или вот тоже случай был Тоже трое Заблудились они в подземелье Шли и шли А все не могли выйти Вот прям как вы Но нас не трое Нас пятеро Зачем сказал? Пятеро? Пятерых-то я не вижу Трое А ну точно Вспыхнул свет На полу пещеры стоял невысокий Кряжистый человечек В грубой робе На его лохматой голове Была надета ярко-оранжевая каска С ярким фонарем На плече человечек держал кирку Эй, слышу голосов вроде много А спорите, как будто вас трое Мы и не спорили? Скажите, пожалуйста Вы гном? Эй, малец Зови меня Дед Уголь Я тут главный по подземельям Смотрю, чтобы не озоровали Чтобы не шумели Что не нужно, не брали Чтобы чужие не шастали А мы не чужие Мы тут уже давно Можно сказать, свои Вон оно как А ну-ка Кто раньше в шахту спускается? Шахтер или его веревка? Конечно, шахтер А вот и нет Первым свет от его фонарика спускается А ну-ка еще Если газ метан пошел Какая порода близко? Мелкий, не торопись Думай, а то точно сожрет Кто бы говорил? Порода? Он же Дед Уголь Это должен быть уголь А вот и нет Близко порода неудачников Потому что достаточно одной искры Чтобы метан взорвался Дед Уголь Сунул руку в карман Достал зажигалку И чиркнул ею Ну так рассказывайте, что это вас сюда занесло? У этого вон зуб болит, если бы не он, мы бы уже от того улетели Зуб дело поправимое, это мы мигом, это нам расплюнуть, это мы одной левой, так сказать Дед Уголь снял с плеча кирку и подошел к Тору Тот зажмурился и зажал лапой рот Тебе только зуб или вместе с головой? Мне, чтоб не больно Тогда пасть открой Открывай, голубчик перепончатый, а я тебе за это уголек сладкий дам Тор распахнул пасть, Дед Уголь посветил фонариком в пасть Тюкнул по больному зубу киркой Ой, как больно! Раз! И нету зуба Ему бы теперь сладкого, ну и нам, мы же это, родственники Эх вы глупые, да разве уголь сладким бывает? Добыча угля – тяжелый труд Ну, давайте, рассказывайте, какие печали вас сюда принесли? Тор сплюнул вырванный зуб, несколько раз причмокнул и улыбнулся А прошло, ребята, на самом деле прошло Ух, я сейчас полечу Ишь, голубь выискался В какую сторону лететь-то собрался сизокрылый? Нам на Камчатку нужно, нас папа ждет За нами охотится Эдуард Веревкин Он очень злой человек Злой, говоришь Но да злые долго не живут Особенно в шахтах Дедуголь поднял голову, словно к чему-то прислушиваясь Из-под каски появилось ухо Оно увеличивалось, как локатор Дедуголь поводил им, довольно усмехнулся Давно у нас в подземелье порядок нарушился Все ходит, ходит Одни уходят, другие приходят Дедуголь посветил на потолок Там, в щели, тут же исчезла белесая голова Грога Дедуголь перевел взгляд с одного уступа на другой За каждым прятался Грог Отовсюду сверкали их свирепые глаза Эти чучела с вами? Али сами по себе Я чуть не скумекаю Кто эти? Мы одни тут Я, ну, Тема Моя сестра Лера и дракон Гриша Нам очень нужно к папе Он сделал открытие И пока мы... И пока мы чайку не попьем Никто никуда не пойдет Что языками трепать? Разговор дело пустое А вот горячий чаек Самое милое дело О, сейчас и пожрем еще Нормалек? Отобедаем! Или отужинаем? Дедуголь подошел к стене И стукнул по ней киркой Сыпалась горсть черных камней Бережно собрал уголь Поднес зажигалку Над черными камешками От чайка шахтер веселей Как устал чайку налей Разводи костерок Коли ты шахтер продрог Надержи горячий чай Пей, дружок И не скучай Чего-то костерок ваш чадит Уважаемый Притушить-то нельзя На то он и уголь Чтобы сажу давать Такой у него результат Гурения Зато греет хорошо Вот и чайник засипел Сейчас чайок заварится А чай с сахаром Это первостатейное дело Для подземного жителя Дед уголь говорил А сам постоянно поглядывал То наверх, то по сторонам Уголь горел Выбрасывая вверх клубы сажи Она копотью оседала На потолке и стенах Оседала она и на грогах Некоторые уже терли глаза От дыма и сажи У нас уже актеров ведь как Кто хорошо поработал Тот хорошо отдыхает Отдохнул хорошо И с новыми силами за работу Работа наша нужная Раньше и дома углем топились И паровозы на угле ездили Да и сейчас Сколько городов углем топится Дед уголь подложил пару Крупных угольков в костер Весь потолок был уже черный От копоти Дед уголь выставил ухо Прислушиваясь Какой чай? Здесь же невозможно сидеть Тут дышать уже нечем будет скоро А вы и не сидите Чего время терять? Вы же торопились Вот и идите Куда? Здесь и так тупик Вы бы, любезнейшие Нам бы дорожку указали, что ли Зато мы теперь не больны Так что и смогли бы того Это Улететь Эх ты Головы три А соображают как одна Шахты ж Они не только в сторону Они еще и вверх уводят Вот вверх немного поднимешься Да и лети себе Правее лети На север не поднимайся Там мертвые земли Спасибочки, любезнейший Тор запихнул в пасть Остаток сахара Вместе с салфеткой Гор допил чай Из носика чайника Спасибо вам, дедушка уголь И углю вашему спасибо За то, что согрел нас Уголек он такой Добрых людей греет А злых сжигает Давайте, давайте Идите Нечего тут рассиживаться Мне на смену пора Без меня Работа у шахтеров не спорится Вот так Наверх полетите А потом направо Гриша подсадил детей себе На спину И взлетел Сквозь трещину в стене В пещеру пролез Кашляя и часто моргая Эдуард Веревкин Я вас всех Всех уничтожу Я ничего не вижу Линза Вся в копоти Куда оделись гроги Я же их послал следить Ну что Не получается, милок А ты кто такой Прочь с дороги Немедленно говори Куда пошли драконы дети А то А то что Ты знаешь, кто я Я Дед Уголь Главного гнома Кузбасса Пугать вздумал Нет, нет Что вы Я только хотел спросить Не поможете ли вы мне Разузнать Куда они направились Скажу Отчего не сказать Мне что Я хорошему человеку Не помогу Да-да Я хороший И когда я буду Вами править Когда стану королем Я не забуду Ваши услуги Будешь править Подземельем А ну-ка скажи Что раньше Спускается в шахту Шахтер Или его веревка Конечно шахтер Ну тогда и иди Вот за этот поворот Они повернули Я уничтожу этот Кузбасс Как только приду к власти Все за мной Веревкин побежал Толпа грогов Перепачканных сажей Ринулась за ним Эдуард добежал до поворота Не заметил ствола Шахты уходящего вниз И со всего размаху Рухнул в нее Гроги посыпались следом У такого же актера Первой глупость спускается Эй ты Старый прохвост Вытащи меня Я ж тебя в порошок сотру Вот стану королем И сотру Вот когда станешь Тогда и поговорим Тайны земных Голубин В поисках Таинственного кристалла Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok